Начало проекту уже положено. Еще в декабре первая арка была возведена и торжественно сдана в эксплуатацию. Перед началом строительства были разработаны десятки вариантов эскизов, в которых учитывалась не только красота и эстетика сооружения, но также его надежность и долговечность. Всего на Пионерском проспекте будет возведено еще 14 подобных строений. Эскизных поисков было очень много. Было изучено очень много аналогов, других примеров, других городов. Это и ворота, и арки, малые архитектурные формы. Многие агентства и проектировщики принимали в этом участие. Были предложения и с металлоконструкциями. Выбор остановился на более практичных материалах, которые более долговечны и не требуют ухода. Поэтому это и был выбран камень, облицовка из камня. Еще одно изменение – это дополнение системы уличных указателей информационными табличками в местах отдыха жителей и гостей Анапы. Их внешний вид тоже ждут изменения. А новый бренд-бук города презентуют в феврале на международной туристской выставке-ярмарке «Анапа. Самое яркое солнце России». Мы решили учесть более исторические наши корни и разработать таблички в спокойном, лаконичном, немного даже в ретро-стиле. Но при этом интегрировав современный внешний вид логотипа и согласованные таблички получились вот такого плана. Коснутся изменения и строительной сферы курорта. Теперь ограждения всех строительных объектов должны быть оформлены в едином стиле. Для этого разработаны специальные баннеры. Но самое интересное новшество в архитектурном облике курорта еще впереди. 15 января специальная комиссия приступит к рассмотрению проектов въездных стел. Руслан Душевский, Анапа-регион